МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О том, как работает нацпроект по расселению из ветхого и аварийного жилья, а также какие квартиры предоставляют сиротам в Новосибирской области. У семьи Гейнстов за 7 лет ожидания квартиры уже появились двое детей. На жилье надеялись, даже планы предварительно строили по планировке. Все их вполне можно реализовать на 34 квадратных метрах. Детское будет здесь, что свет больше им будет, чтобы играть поярче. А где-нибудь в этой области сделать спальню. Ну, уже для нас своеобразно, так сказать, уютно. Квартиры сироты Тогучинского района получили уже с отделкой, поэтому за полгода глава семьи рассчитывает преобразить свою просторную студию. Также хотим сделать в прихожей в виде арки с подставками тоже, с подсветками. Что-то, ну, можно было всякое разное хранить. Там ключи новые от квартиры. Да, тоже надо их делать. А вот Александр рассчитывает въехать уже через неделю. С семьей не обзавелся, мебели пока тоже минимум, а для одного квартира идеальна и без переустройства. Вот еще здесь паласи я хочу постелить такой, знаете, шикарный. Типа японского, что-то такое, чтобы как бы отличался маленький. И поставлю себе миниатюрный столик с маленькими чашечками. У меня вот здесь друг, у меня есть хороший. Приветствую. И вот мы с тобой здесь будем сидеть и попивать, рассуждать нашу дальнейшую жизнь, как бы там. Этот год для Тогучинского района во многом рекордный. Ключи от 42 новых квартир выдали буквально за один день. При этом новый микрорайон в поселке Нечаевский перспективен и для дальнейшего развития. Во-первых, здесь очень интересно. Здесь и природа, здесь вся инфраструктура есть, социальные объекты есть, школы, садики. И я думаю, что от города здесь буквально в трех километрах. Поэтому они, социализация пройдет успешно, я уверен в этом. Всего в Новосибирской области жилье получит около 350 ребят. На эти цели из федерального и областного бюджета выделено более 460 миллионов рублей. Полностью потребности в квартирах для сирот это не закрывает. Однако без помощи очередники не остаются. Те ребята, которые, к сожалению, в текущий год все-таки не обеспечены жильем, они имеют право у нас на компенсацию арендной платы. И сумма этой компенсации составляет от 5 до 15 тысяч рублей в месяц, в зависимости от места расположения жилого помещения. Наш регион один из немногих в России, кто реализует подобные социальные программы. Только в этом году на компенсацию арендной платы региональная казна выделила 30 миллионов рублей. В традиционной рубрике «С высоты» мы показываем дворы нашего города, отремонтированные благодаря муниципальным, областным программам либо национальному проекту «Жилье и городская среда» в уходящем году. Сегодня мы продолжаем показывать дворы Левобережье. В объективе камеры Затулинка. Спортивная и детская площадки возле дома номер 275 на улице Зорге. Субтитры создавал DimaTorzok На пороге новой жизни переселенцы из аварийного жилья сегодня получили ключи от квартир в новостройках в поселке Маслянино. Дома построены по региональной программе в рамках национального проекта. Это один из аварийных домов в селе Чупин, из которого переселяют людей в последнее время. Их соседями были птицы, которые свили гнезда прямо в подъезде. Дом давно отключен от центрального отопления. И для того, чтобы согреться, людям приходилось топить самодельные печки. На случай морозов запасались дровами. Один из последних жителей этого дома, Анатолий Иванович, готовится к переезду. Ну что у меня, вот один баян стоит, он там закрытый, и телевизор, и все, он бритвенные приборы собрал, пособирал. Больше не придется укрываться пятью одеялами и спать одетым. Сегодня Анатолий Иванович вместе с другими жителями аварийных домов получил ключи от квартиры в новостройке. Его соседка и по старому, и по новому дому Елена Крюкова показывает жилье дочери и внучкам. А что можно, если руки трясутся? Представляете, сколько радости? Посмотрите, сколько света, какие окна, какие подоконники, сколько цветов можно поставить. Рядом с кирпичными новостройками школа и больница. Во дворе детская площадка. Ключи сегодня получили 103 человека. Квартиры сданы, что называется, под ключ. На стенах обои на полу линолеума установлена сантехника и даже водонагреватель. Сюда можно просто перевезти вещи и начинать жить. Переселение жителей аварийных домов проходит в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Ресурс Новосибирской области по программе расселения аварийного жилья – это порядка 900 миллионов рублей, из которых 500 миллионов рублей – это средства Федерального фонда содействия реформирования ЖКХ. И 400 миллионов рублей – это средства бюджета Новосибирской области. За 2019 год в регионе удалось расселить 89 аварийных домов. А это значит, что больше тысячи переселенцев с чистого листа начинают в своей жизни новую главу. Мы продолжаем отвечать на вопросы зрителей, касающиеся вывоза мусора. Сегодня специалисты регионального оператора расскажут о том, как должны содержаться баки для мусора, кто и как их обслуживает и моет. Согласно нормам САМПИНа, они должны обслуживаться в течение 10 дней. Один раз в 10 дней по нормам в летнее время, в зимнее время раз в месяц. Обслуживание включает ремонт контейнеров, где-то колесо сломалось, где-то крышка не так закрывается. То есть они берут этот бак, привозят их себе на базу, ремонтируют, в замену его ставят оборотный бак. Потом, когда бак отремонтируется, они ставят этот бак на место. Ну, во-первых, жители должны обращаться в управляющую компанию и в муниципалитет. Если это юрлицы, они должны обращаться к собственнику зданий, где они там арендуют. Соответственно, управляющие компании должны обратиться к нам, как это сейчас происходит. Мы, соответственно, все это регулируем, собственники контейнеров, перевозчики. И, соответственно, принимаем определенные меры согласно нормам САМПИНа. Количество обращений жалоб по 125-му дому на улице Немировича-Данченко уже перевалило за сотню. Кажется, все инстанции на всех уровнях, вплоть до администрации президента, знают о коммунальных проблемах пятиэтажки. Правда, исходят они лишь от одного правдоруба-пенсионера. Владимир Васильевич, не зная покоя, ведет неравную борьбу уже около пяти лет. Сегодня госжилинспекция вынуждена проверять результаты своих же многочисленных проверок. Называется участковый, составляется протокол. Жалобы на неаккуратно сорванное объявление, пыль на подоконниках снаружи, сантиметровый снег, который за утро не успели убрать. А вот вы пальчиком показали, вот видите, почему такое расстояние неровное? Там расхождение нет. Смотрите, на каком основании не соответствует дверь проекту, где вахта отражена, почему здесь не окрашена. А чтобы все узнали о несправедливости, Владимир Васильевич все выкладывает в интернет, так как соседи пенсионера уже не слушают. Тут вообще чистота и порядок. Подъезды моются, что ему надо, не знаю. Он уже всех заколебал. Управляющую компанию, конечно, такая деятельность стимулирует. Однако обидно, что отбиваться приходится чуть ли не каждую неделю. Из-за этих три года мы сделали фасад, начали замену окон, замену козырька, окна подвальные сделали. Мы их не просто сделали, мы их выбивали, даже в стене их не было, не проветривалось. Мы сделали буллерную, привели в порядок в подвале. Мы поставили два люка, привели экспертизу кровли о переносе с срока, чтобы сделать в следующем году капитальный ремонт кровли по региональной программе. Но я считаю, что это очень большие изменения за такой небольшой срок. К тому же такие возмутители спокойствия игнорируют коммунальные платежи. А сложно то, что эти люди не платят. И когда нет наполняемости за дом, то есть не платят не все, то есть такие вот люди. Это очень сильно чувствуется. Но то, что человек хочет, чтобы была чистота, но бесплатно никто не работает. И техничка хочет получить деньги, и дворник, и садехник. В государственной жилищной инспекции Владимира Васильевича уже, кажется, знают все. Не реагировать не могут. Но и переубедить пенсионера не удается. Идет путаница с собственниками, что входит в обязательное содержание жилого дома. А что отдается на откуп собственников в виде текущего ремонта. Потому что то, что мы видели по подъезду, это текущий ремонт. Это принимают собственники. Другими словами, сам же Владимир Васильевич с соседями советом дома и должен принимать решение об исправлении выявленных им недочетов. Но как это все сделать, если сам жалобщик платить ни за что не желает – большой вопрос. Как стало известно уже после съемки сюжета, одна из крупных новосибирских управляющих компаний в свое время не выдержала нажима пытливого жильца и отказалась от обслуживания дома. Новую компанию пришлось уговаривать, но и она спустя три года нескончаемых жалоб готова опустить руки. На этой курьезной новости мы заканчиваем наш выпуск. Желаем вам крепких нервов, хороших соседей и тепла вашему дому. С вами был Александр Попов и программа «Территория тепла».